Привет, дорогой друг! Хочу признаться, опять наблюдаю во всех соцсетях и вайбер-чатах панику. Наверное, каждый из вас, или по крайней мере большинство, уже прочитала новость о том, что правительство Чехии одобрило идею платить украинцам больше, чем чехам. И каждый, наверное, из вас не знает, то ли радоваться, то ли огорчиться, потому что действительно выплывают из этого многие последствия. Давайте в действительности разберем, что же это, на что повлияет это все, и в чем правда, а в чем вымысел. В понедельник, 3 июня, правительство Чехии одобрило идею Министерства труда об увеличении минимальной зарплаты для граждан Украины и установить его на более высоком уровне, чем для граждан Чехии. Для некоторых из вас это покажется абсурдностью, но правительство в первую очередь хочет защитить интересы своих граждан. То есть в первую очередь теперь работодатель будет все-таки искать кадры среди местных жителей, а не гнаться за дешевой рабочей силой с востока. Но в тот же самый момент выигрывают и граждане Украины, которым повышают эту минималку. Принятая мера обязывает работодателю платить украинскому работнику не меньше 120% от зарученном СДА. Это как общая, как гарантированная воззарплата. Торговая палата Чешской Республики выступила же против этого всего. Они считают, что это не поддерживается принцип равноправия и справедливости. Инициатива была предложена в связи с увеличением квоты на работников по режиму Украина. Сегодня я был засыпан письмами. Действительно люди хотели понять, чего ожидать. Вот, например, одно из них. Вчера и сегодня я наблюдал за актуальной темой МИД труда Чехии хочет, чтобы работодатели платили украинцам больше зарплаты, чем чехам. Это очень будоражит сознание многих украинцев, по крайней мере, в комментариях из групп фейсбука. Просьба. Если вам не трудно, снимите небольшое видео, так сказать, из поля боя. Мне и, думаю, многим из ваших подписчиков будет интересно, что думают сами чехи работники, их работодатели. Мне очень интересна эта тема, поэтому давайте ее разберем. Чех не пойдет работать за маленькую сумму. Здесь никто не работает за минималку. Каждый из местных жителей знает себе цену, поэтому они этого не боятся. В первую очередь должны бояться агентства, агентуры, потому что они делают работникам всегда договор на самую минимальную зарплату. Если не ошибаюсь, сейчас она 13,5 крон. И вот чешское правительство обязует теперь минималку для украинских граждан сделать как раз на 16 тысяч, как минимум. Как минимум 16 тысяч. То есть каждому агенту придется теперь платить налоги не с минималки 13,5 тысяч, а уже с 16 и выше. То есть это в первую очередь потери агентства. Это такой своеобразный ход конем, чтобы просто агентства не накручивали деньги именно на налогах. Потому что, ну это уже не секрет. Все, кто работал на агента, все подписывали договор на минималку. 13,5, а то и меньше, кто раньше ездил. Теперь ни один договор не будет подписан меньше, чем за 16 тысяч крон. Лично по моим наблюдениям это абсолютно никак не повлияет на действительно весь процесс в целом. Потому что, допустим, если взять электрика, то по самому низшему тарифу электрика договор должен идти на сумму, по-моему, не меньше 20 тысяч. Так вот теперь украинскому рабочему не имеют права электрику, не имеют права предложить зарплату меньше 23 тысяч. Цифры все названы грубого. Кто сейчас задается вопросом, о каких цифрах я говорю? Это грубого. Но это все минимальные цифры. Их никто не предлагает. То есть, если сейчас вот те электрики, которые вот я сейчас знаю, кто сейчас трудоустраивается, у них у всех договора на 28 тысяч, на 29. Да и местное население чехов меньше, чем за 30 электриком не пойдет работать. Они что, глупые? Поэтому в этой всей ситуации, я считаю, пострадает только агентство. Но и те работники, кто решится продолжать работать на них. Потому что теперь налоги они будут платить с 16 тысяч, а значит это уменьшится и повлияет на зарплату работника, агентского. То есть, будете там, допустим, получали 100 крон в час, теперь будете 90. Вот так вот. Мне кажется, это хорошая стимуляция и мотивация будет все-таки идти всем и работать напрямую. Тебе не фея не тех дармоедов. Как видите, в последнее время чешское правительство решило очень активно изменить трудовое законодательство касательно работы иностранцев в Чешской Республике. Мне кажется, за это лето решится какой-то такой вопрос глобальный, который, мне кажется, только будет в плюс всем. Потому что все изменения только к лучшему. К сожалению, мы это понимаем только поздно. Поэтому благ всем, всех будет все хорошо. Успехов, синего неба. Пока-пока, друзья. Да нормально будет, не переживай. Чао. Если вы считаете, что мой труд достоин вознаграждения, то можете помочь финансово этому каналу на его развитие. Всем благодарен за поддержку проекта. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!